Некоторые участницы узнали о кастинге день в день, но желание участвовать и даже возможно пройти отбор на городском этапе, это нисколько не преуменьшило и даже наоборот, разожгло огонь в глазах конкурсанток. Я только сегодня узнала о нем и я подумала, вау, это мой шанс, вот, и я тут появилась. Я когда заполняла анкету, я все посмотрела, мне все понравилось и очень заинтересовалась, подумала, может получится что-то. Я ощущаю себя мега звездой, супер крутое настроение поднимается, это как заряд энергии даже для себя идет и больше уверенности дает. Валерия Бакушина учащаяся Гродненского колледжа техники, технологии и дизайна. Ей всего 19 лет, но она полна энтузиазма и готова много работать, чтобы покорить всех своей красотой и харизмой. Оценивать красоту гродненских девушек и соответствие их параметрам конкурса задача не самая простая, признаются члены жюри. К слову, среди них был и ведущий радио МФМ 105.0 Максим Романюк. Главное выявить сильные стороны участниц и отобрать лучших для областного этапа конкурса. На жюри очень большой пласт ответственности, потому что и всего этого цветника прекрасного, того, что мы уже увидели, то, что еще предстоит посмотреть, будет тяжело выбрать девушку, которая достойна звания МИС, потому что они все достойны. К слову, отбор девушек проходит по заявленным в инструкции конкурса параметрам. Они достаточно строгие. Рост не менее 171 сантиметра. Возраст до 24 лет. Отсутствие на теле татуировок и пирсинга. Наличие гражданства Беларуси и статуса не замужем. И, конечно же, хорошие внешние данные. В холле городского дома культуры ажиотаж. Гродненские красавицы обсуждают предстоящий конкурс МИС Беларусь. И хотя это только первый отборочный этап, желающих попробовать свои силы уже несколько десятков. Жюри рекомендует девушкам не волноваться и уверенно демонстрировать пластику и грацию на дефиле. При этом раскрепоститься для участниц, которые впервые принимают участие в конкурсе красоты, достаточно сложно. Этого никак не скажешь о Дарье Кухацковолец. В прошлом году она почти дошла до финала, но тогда одержать победу не вышло. И девушка решила попробовать свои силы снова. Мне просто нужно было немножечко скорректировать фигуру. Мне немного не хватило времени на самом деле, поэтому я думаю, что в этом году у меня получится. Надеюсь. Я просто, в принципе, люблю дефиле, все, что связано с этим миром, скажем так. Мне нравится все, что связано со сценой, с выступлениями на сцене. Поэтому мне важен сам опыт именно показать себя. Кроме всего прочего, члены жюри оценивали манеру девушек подавать себя, а также умение быть обаятельной и заинтересовать с первых минут общения. Моя задача – попросить что-то рассказать, просто красиво себя представить. И понятно, что все девочки нервничают. Те, кто проходят дальше, моя задача – дать некоторые рекомендации. Ну, все, кто нервничает, начинают кусать губы. Просто, чтобы этого не было, потому как отбор областной будет. Не обошлось и без тех, кто не прошел кастинг по одному из критериев. Однако жюри порекомендовало им не расстраиваться и попробовать свои силы в областном этапе, предварительно проработав свои слабые места. Ведь требования к участникам будут еще строже. И их ожидает дефиле в купальниках. Напомним, областной этап конкурса «Мисс Беларусь» пройдет 19 марта в Колледже искусств в Гродно. Там станет известно, кто пройдет в полуфинал. Ольга Пранкевич, Алексей Сокута. Новости. Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова